коллеги привет мои хорошие сегодня будет разъяснительное видео я недавно выложил ролик со своей работы и там меня что-то многие не поняли о чем я говорил в общем сегодня речь пойдет знаете о чем как правильно вести горелку как ее правильно углом вперед или углом назад да сейчас я разъясню все это подробно мало того что я разъясню я еще покажу наглядно прям за с ними сварочный процесс и сравним углом назад или углом вперед сварка чем чем отличается да в общем коллеги устраивайтесь поудобнее мы начинаем погнали парни смотрите я утверждаю что по автоматам всегда в 95 процентах случаев надо варить углом вперед то есть ставим горелку вот так вот так и в эту сторону ведем можно вести в эту сторону горелка должна стоять тогда вот так и я в том видео еще сказал что горелку когда у вас длинные швы ну там бывают швы метр два полтора метра длиной надо варить сплошным в таком случае коллеги я предпочитаю горелку тянуть а они толкать ее понимаете когда мы ее толкаем вот маленькая искорка и горелка в нее упирается а если мы ее тащим причем тащим и тоже углов вперед понимаете вот так углу вперед то она просто через эту искорку вот так вот переедет и поедет дальше она в нее не упрется и тащить горелку гораздо проще нежели ее толкать вот теперь давайте проведем тест значит смотрите план у меня такой я половину вот этой детали проварю углом вперед а вторую половину проварю углом назад и мы сами все это наглядно сравним какой у нас получится результат да чем давайте настраиваем сварочку и погнали так парни вот варим углом вперед пробуем ну вот достаточно сейчас коллеги варим углом назад ну достаточно парни ну вот смотрим вот видите вот это я варю углом вперед видите какой ровный четкий шов без всяких тут изъянов вот этот шов углом назад положен вот обратите внимание сразу увеличенный валик мне вот не нравится вот такой результат хотя в некоторых случаях в некоторых случаях но это я говорю о производстве не о гаражных работах когда толстый металл и там прям требуется чтобы было такой валик я могу варить углом назад это позволяет как раз увеличить валик но в наших гаражных условиях вот такой валик он не нужен нужен ровный стабильный шов и причем еще хочу сказать парни что у меня полуавтомат я не буду говорить какой у меня сейчас здесь полуавтомат но он очень хороший а у вас в гаражах как правило бытовые китайские полуавтоматы и если китайским дешевым варить полуавтоматом углом назад валик будет еще больше я так подозреваю коллеги ну и что надеюсь на этот раз я доходчиво все объяснил показал рассказал если опять что непонятно пишите без проблем мы снимем еще одно видео по моему я все про доходчиво объяснил хоть на себя горелку тянем хоть от себя все равно стараемся ставить углом вперед понимаете углом назад варить можно тоже ну во-первых это должен быть аппарат хороший какой аппарат китайский за 30 тысяч им очень нежелательно особенно тонкие профиля которые вы постоянно в гаражах варите там сразу наваливать будет большой валик особенно если проволока 08 да поэтому учитесь всегда варить углом вперед везде на производствах я пол жизни работаю на полуавтоматах я еще когда каком восемьдесят девятом году я пришел на производстве и сразу попал на участок полуавтоматов меня там мужики сразу поставили я вы хоть покажите как нас потому что в пту когда учился нас полуавтоматом вообще не учили варить нас учили варить электродом когда я пришел на производство сразу полуавтомат я его впервые в жизни увидел и мужики хоть покажите мне хоть как его там горелку держать он мне сразу подошел и поставил горелку я маску прямо делал он про мне об я все сразу понял у меня сразу стало получаться и еще хочу сказать вот на производстве у нас когда приходят новые сварные да и часто начальник наш отправляет ко мне или к моему коллеге ну говорят посмотри как он варит и когда он берет горелку и начинает углом назад как электродом варить да мне сразу все понятно это значит он полуавтомат никогда в руках не держал либо держал в гараже варил всякие профильки тоненькие понимаете потому что на производстве у нас сварщиков человек 20 я не знаю ни одного который варил бы углом назад парни надеюсь я вам был полезен подписывайтесь на канал подписывайтесь на телеграм-канал всем пока увидимся в следующих роликах подписывайтесь на телеграм-канал всем пока увидимся в следующих роликах